Главным спортивным событием минувших выходных стал международный марафон дружбы Друзгиненка и Гродно-2018. Впервые он прошел еще 8 лет назад. Тогда, в 2011 году, в нем приняли участие 42 легкоатлета. В этот раз на старт вышли более сотни спортсменов из 10 стран мира. И если участники из Белоруссии и Литвы выходят на марафонскую дистанцию постоянно, то вот новшеством нынешнего забега стала расширенная география спортсменов. Впервые участие в нем приняли датчане и голландцы. Сигнал стартового пистолета прозвучал в 8 утра в Друзгиненкае. А уже спустя 2 часа и 33 минуты нацист-канеман финишировал первый спортсмен. Победителем 8-го международного марафона дружбы стал гродненец Игорь Стетериков. Первую половину, км 25, парень Браныч, конечно, задавал очень сильный темп. То, конечно, было так немножко не очень. А потом, я скажу, как-то начался темп, немножко легче стал. Побежал, появилась уверенность, что я выиграю. Ну, я и выиграл. Здесь главное, конечно, было, чтобы выиграть. Задача была поставлена так, чтобы выиграть этот марафон. Второе и третье места также завоевали представители Беларуси. Всего же награды разыгрывались как в общем зачете, так и в разных возрастных категориях. Трасса международного марафона проходила через живописные места на территории двух государств. Границы участники проходили без остановки. Паспортный и таможенный контроль был организован в местах старта и финиша. Также для удобства спортсменов были организованы 8 пунктов питания, а для безопасности на время прохождения по маршруту было приостановлено движение транспорта. В итоге с дистанции общей протяженностью 42 километра и 195 метров не сошел ни один спортсмен. Я готовился к этому маратону, это второй маратон, но в прошлом году пробовал бежать отсюда, из Белоруссии. И получилось так, что по здоровью не прошел. И в этом году второй маратон, первый маратон у меня был в Калмасе. Там лучшим результатом пробежал этот маратон, я пробежал еще лучшим результатом, чем месяц назад в Калмасе. Всем добравшимся до финиша вручали медали. Победителей в абсолютном зачете наградили денежными призами. Напомним, международный марафон дружбы стал одним из этапов Гродненской беговой лиги. Так что наиболее успешные спортсмены могут впоследствии побороться за солидный приз. Два, три, шесть!